Рассказать есть много о чем и хотелось бы поведать в первую очередь об официальном видео от партнеров компании, которую мы с вами финансируем, которые разместили непосредственно уже от них самих видео. И была просьба оказать необходимую поддержку по этому видео, по этому сообщению в социальных сетях. И я рекомендую всем посмотреть вот эту ссылку, пройти и в новостях официальных головной компании, также на rsv-systems.com можно увидеть ссылку на социальные сети, на инстаграм непосредственно парка Шаржи. И я надеюсь, что вы не поленитесь и поставите необходимое количество лайков, потому что все-таки это и наши партнеры, не в прямом может быть смысле, но в переносном. И посмотрите, какие специальные я сделал, какие лозунги партнеры Skyway говорят, что работаем с теми партнерами, которые создают технологии будущего в области транспорта. И в конце была такая фраза, как именно secure your place in your future, то есть займи свое место, свое безопасное место в будущем. И это неимоверно приятно слышать на самом деле и видеть от таких серьезных партнеров. Это уже просто какое-то упоминание в Твиттере, в Инстаграм, а уже такая публичная компания. И это видео увидели многие и садры адресных проектов потенциальные. И это уже такая абсолютно видимая поддержка, то есть никто этого не скрывает, никто не стесняется. Я действительно очень сильно обрадовался, когда увидел сообщение от Хусейна Аль-Махмуди, что он непосредственно своей странице в профессиональной сети LinkedIn рассказал свое мнение и гордостью поделился информацией о второй фазе инновационного центра Skyway в научно-исследовательском технологическом парке Шаржи. Это видимые новости, которые сейчас нас окружают и мы живем на самом деле в этой действительности. Это очень классно, потому что максимально побуждает тех людей, которые может быть только присоединяются к проекту, либо желают совершить повторную инвестицию, принять правильное решение. И с начала этого месяца были несколько изменены условия по дисконту, то есть сейчас он 1 к 51 к 10, и это будет не всегда. Я хотел бы объяснить в первую очередь из-за чего происходит таким образом, что дисконт прогрессирующий, он постепенно снижается. Все происходит из-за того, что компания имела некое переуполнение плана в прошлом году и появился даже, можно сказать, некий запас жирок по дисконтам, который можно в нужный момент было использовать. И конечно же, когда сегодня многие люди по всему миру теряют работу, теряют вообще финансовые возможности инвестировать, многие присоединяются для того, чтобы рассказывать о нашем проекте, продвигать технологию и также работать, выстраивать свои структуры взаимосвязи. Поэтому такие дисконты были очень своевременно введены с подачи лично головной компании, так как они действительно привлекательны. Это не рассрочка, конечно, по дисконту 1 к 600, но через год, через полтора, я думаю, что мы с вами все будем вспоминать подобные условия, и тот, кто сегодня выбирает инвестиции в технологии будущего, оценит это по достоинству. Это также видимо и это абсолютно заметно по стремительному росту популярности акции Level Up. Это бессрочная относительно акция, которая была несколько месяцев запущена, и смысл в том, что там формируется призовой фонд. Призовой фонд математически рассчитывается. Чем больше людей участвует в Level Up, вы все можете зайти в личный кабинет и посмотреть все необходимые условия этой акции, принять участие. Если вам хочется участвовать в розыгрыше этого призового фонда, ну это, естественно, никакой не розыгрыш, не лотерея, за него нужно побороться. И за первое место в июне боролись несколько стран. Сначала одна страна опережала другую, потом уже сменились результаты. И первое место, человек, который занял первое место, получил чуть больше 10 тысяч долларов. То есть это, согласитесь, весьма внушительная сумма для того, чтобы развиваться и принимать участие в этой акции. Если в июле будет еще больше людей принимать участие, то, соответственно, призовой фонд будет также расти. И я думаю, что он новые рекорды сможет установить. Поставьте от 1 до 10, кто участвует вообще в этой акции, ну даже не от 1 до 10, 0, если не участвую, 1, если участвую. Я думаю, что это очень такое хорошее маркетинговое подспорье для того, чтобы развивать наш проект. Многие люди с иностранного пространства очень активно участвуют. И это и Африка, это и Вьетнам, и многие-многие страны. Еще одна новость, которую хотелось бы, чтобы еще раз она пронеслась сквозь информационные поля наши. То, что Экофес переносится на 2021 год. И это абсолютно было предсказуемо, так как сейчас, да, первая волна пандемии, она спала. Но наращиваются объемы второй волны пандемии, никаких особых улучшений нет. И глава ВОЗ говорит, что вообще эпидемия далека от завершения, глобальный рост заражения ускоряется. И вообще многие боятся, что вот с событиями, которые и в США происходят, и с массовыми всякими встречами связан именно рост количества заболеваний. Конечно же, головная компания не может допустить, лично генеральный конструктор, не может допустить, чтобы что-то угрожало здоровью наших партнеров и здоровью наших инвесторов. Поэтому Экофес переносится на 2021 год. Я, можно сказать, сильно расстроен этой новостью, так как теплилась все-таки надежда, что в этом году удастся со всеми встретиться, со всеми увидеться. Но нет здоровья прежде всего. И очень много нас событий, несмотря на это, ожидает уже осенью. Я не буду предвосхищать и говорить какие-то инсайды. Но будут обязательно прямые трансляции. И мы все с вами сможем поучаствовать в этих событиях, несмотря на то, что во многих странах сейчас границы закрыты. Также было запущено мобильное приложение. Это первая версия мобильного приложения SWC, Skyway Capital в прошлом. И это огромное достижение. На самом деле, и удобство в работе, пожалуйста, используйте, потому что это действительно классный инструмент. Я не буду останавливаться подробно на том, что сейчас строится в Шарже, потому что все идет абсолютно по плану. Несмотря на то, что эти картинки, эти фотографии я показывал на прошлом вебинаре. Но я думаю, что с новым выпуском Михаила Кента мы получим новую долю новостей. И, конечно же, то, что происходит в Шарже. Для меня более важным было то, что сказал Андрей Зайцев. И я хотел бы по традиции разложить его интервью по полочкам. И, может быть, какие-то мысли, которые кто-то не услышал, я также с удовольствием повещу и скажу свою личную точку зрения. Для меня на самом деле самое главное то, что неоднократно, уже десятки раз в видеоблоге по случаю Анатолия Эдуардовича и сотрудники говорили, что да, в этом году будут начинаться проекты. Поэтому то, что происходит сейчас по строительству, это постепенный, но стремительный процесс, который не был остановлен, несмотря на пандемию. И ничего не поменялось в планах. Все, что планировалось продемонстрировать даже на экспо, обязательно будет продемонстрировано, но на территории научного инновационного центра Skyway в Шарже. И на самом деле сейчас то, что делается упор на контейнерные перевозки и одновременно на пассажирские перевозки, уже многотоннажные, это, как называется, убить двух зайцев одним выстрелом. Потому что мировая логистика, она преобразилась, она никогда уже не будет другой. И многие страны сейчас вместо использования автомобильного транспорта перешли на железнодорожные перевозки, именно в плане логистики. Много очень внутреннего рынка появилось. И несмотря на то, что железнодорожные перевозки по сравнению с той технологией, которую мы финансируем, абсолютно даже невозможно некорректно сравнивать. Но все же их бизнес выбирает. Представьте, насколько будут выбирать уже транспорт второго уровня над землей, который будет абсолютно роботизирован, который не будет зависим от пандемии, от выхода, невыхода на работу водителей. И, конечно же, уже при новых угрозах, при новых вызовах, потому что эти пандемии будут продолжаться. На самом деле, эксперты говорят, что не из Китая пандемия-то появилась. Об этом, кстати, и говорил сам генеральный конструктор. А данный вирус проснулся ввиду того, что уже экология не выдерживает. И многие вирусы мутируют и выходят уже на свет, заражая все окружающее вокруг. И на самом деле Андрей Зайцев рассказал дорожную карту, как мы будем двигаться и во время пандемии, несмотря ни на что, не останавливаясь. И Андрей Зайцев, я помню этого талантливого, виртуозного инженера, управленца и просто хорошего человека со многих выставок, в которых я участвовал ранее, и на самом деле это старожил, старожил технологии, которую мы с вами финансируем. И он занимает пост топ-менеджера в одном из самых главных управлений, это управление подвижных составов внутри зоо-струнной технологии. Я приведу несколько цитат. Управление подвижных составов трудится над разработкой все новых и новых типов. Моделей и видов транспортных средств. То есть уже испытано фактически более 10-12 видов подвижного состава. Они созданы в железе, они созданы в реальности, но в виртуальной реальности создаются еще более новые и новые виды подвижных составов. И это как раз делается, я буду перескакивать с пункта на пункт, для того, чтобы соблюдать логику, для того, чтобы удовлетворить потребности всех потенциальных заказчиков. Потому что разрабатывать что-то одно, не уделяя внимания чему-то другому, не даст нам возможности одновременно удовлетворить все потребности. И если сейчас будут разрабатываться только контейнерные перевозки, например, или только городской пассажирский транспорт, то не факт, что потребительское мнение сразу моментально сможет привыкнуть, перестроиться, когда уже с массовым пиаром пойдет молва, что, к примеру, технология, которую мы с вами развиваем, компания занимается только грузовым транспортом, и вот резко стала заниматься пассажирским транспортом. На это уже потребуются определенные затраты маркетинга, определенные затраты немалые на взаимодействие с лидерами мнения внутри многих индустрий. И, конечно же, все это топ-менеджмент компании предполагает, и заранее создается именно по этой причине широкий ряд транспортных средств. И сейчас уже этап, когда от количества нужно переходить к качеству. И сейчас происходит фокусировка на тех проектах, которые будут нужны в ближайшее время. И на самом деле, вот то, что проекты появятся, то, что подвижные составы будут нужны в конкретных проектах, это говорит о том, что близится капитализация, скорее всего, близится капитализация тех инвестиций, которые мы с вами совершали и совершаем. Потому что в этом году будут запущены проекты и по словам генерального конструктора, и со слов топ-менеджера зао «Струнные технологии». Потому что, допустим, шестой тезис, не шестой тезис, десятый тезис говорится о том, что в ближайшее время, что уже собирается в железе, я думаю, что скоро мы увидим обязательно репортаж. Я искренне надеюсь, что его будет также сопровождать и сам генеральный конструктор, потому что очень хочется увидеть вот эту сложнейшую, современнейшую машину, хоть и это самоходное шасси Юнибуса на 25 пассажиров и также одновременно и Юниконта. То есть вот представьте, подвеска, вообще вот вся составляющая трансмиссии автомобиля подходила и для грузового, и для легкового автомобиля. Это нонсенс, нет такого в мире, и как раз вот в логике транспорта над землей это возможно. И одно и то же самоходное шасси уже будет проверено, отработано для того, чтобы уже в коммерческой версии Юниконта, который выйдет к концу года, вот это я подчеркиваю, что было сказано публично, что Юниконт выйдет к концу года. Все будет опробовано и в виде проверки элементных частей. И на самом деле вот эти вот не какие-то предположения, а конкретные оповещения, что к концу года выйдет Юниконт, что в этом году будут запускаться конкретные адресные проекты. Ну, я повторюсь, чтобы каждый понимал не то, что строительство, а уже предпроектные исследования, конструкторская документация, которая большей частью на самом деле по самой путевой структуре, по подвижным составам уже создана и по новым проектам будет создаваться. То есть многое делается параллельно. Но для нас это важно, как для инвесторов, то, что как только эти проекты будут запущены, то логично должны быть совершены первые авансовые платежи. Они должны быть немалые, судя по объему тех работ, которые заострованные технологии будет выполнять. И это не только на 15 километров дубайский проект. Это многие проекты, которые сейчас скрываются и в тайне содержится вся о них информация. И работа происходит постоянно, динамично изменяющаяся в условиях. Я думаю, что это касается и ковида, я думаю, что это касается и срыва возможных сроков от некоторых подрядчиков, потому что пандемия коснулась всех, но в меньшей степени это коснулось строительства и производства, которые компания сейчас реализует. Это на самом деле нонсенс, потому что многие компании находятся сейчас вообще в предбанкротном состоянии. И иногда вполне достаточно разработать модель, провести ее только виртуальную валидацию. То есть очень большое многообразие моделей создается в виртуальном пространстве. Это позволяет сделать и электронные системы проектирования. Если говорить про архитектурное строительство, то это The South Systems. И также в виртуальном пространстве опробовать, провалидировать полностью подвижной состав, для того, чтобы потом, когда потребуется создавать его в железе, быстро, в ускоренном темпе, с тахановскими шагами, действительно, как это бывает у генерального конструктора, все было реализовано. И это было неоднократно доказано, это неоднократно было показано на многих и многих выставках. И на самом деле сейчас вот этот курс на многообразие машин, то есть широкий сегмент, это в перспективе выглядит абсолютно правильно. И никаких заторможений, никаких стопорений производства не наблюдается. Об этом говорит сам Андрей Зайцев. И все службы работают в необходимом абсолютно на сегодняшний день режиме. И в перспективе вот это вот тоже для меня очень важно, потому что, если спросить, к примеру, у компании Tesla, какое многообразие транспортных средств вы планируете выпустить в ближайшие 5 лет? Я думаю, что не будет представлен очень широкий спектр различных машин, потому что это автомобильная промышленность, и на самом деле одна модель от другой будет отличаться только немножко. И в перспективе, говорит Андрей Зайцев, мы видим всего одну пятую часть всего многообразия задуманных решений, моделей транспортных средств. То есть представьте, что еще четыре пятых мы вообще даже не понимаем, что будет. И от этого будет складываться уже дальнейшее развитие дорожной карты компании. И это говорит о том, что когда компания будет выходить на публичный рынок, я здесь не говорю специально ни про гумус, я не говорю ни про струнные технологии в других направлениях, я говорю про текущее решение, про текущее направление. И только благодаря модельному ряду подвижных составов цена нашего актива, когда это все будет на публичном рынке, будет постоянно расти. И игроки рынка будут, конечно же, на этом играть. Но как в положительную сторону, так и в отрицательную. Но в перспективе, в общем тренде, на мой взгляд, это просто призвано расти по параболе, постепенно, помаленьку, но крупные компании сейчас, они и растут на самом деле. Даем, что по полпроцента, по одному проценту в обычное время, а не в тот перегрев рынка акций в США, который мы сейчас наблюдаем. И в начале, я думаю, что это будет как раз таки, скорее всего, стремительный рост. Но, конечно же, рассудит рынок. И все мы с вами обязательно увидим и будем в этом принимать участие. Какая же ситуация сейчас происходит среди корпораций? В этом вебинаре я позволю себе охватить несколько тому, что входит в мире. И не мог не затронуть ту новость, что Амазон, компания, является сейчас лидером на рынке. Вообще, акции США купила роботизированную, роботизированную авто, не гиганта никакого, а просто локальную компанию. Это компания ZOOPS, и сделка была совершена за 1,2 миллиарда долларов. И для чего это было сделано? Потому что по расчетам, по аналитике, примерно 5 триллионов в год совершают люди покупок, используя такси, используя доставку. И, конечно же, Амазон желает в этот процесс абсолютно вписаться для того, чтобы еще больше расти капитализацию. И представьте, насколько будет желание крупных корпораций, когда будет опробовано и продемонстрировано уже в виде первых адресных проектов направления транспорта над землей, также участвовать в этом процессе и финансировать проекты. А для нас, как для инвесторов, как сейчас совладельцев, дольщиков компаний, это не имеет значения, какая компания будет финансировать. И, конечно же, нужно будет дружить со всеми сильными корпорациями. И будет, я думаю, что абсолютная синергия и симбиоз направления транспорта над землей, автоматизированного, абсолютно экономичного, абсолютно эффективного и дешевого, будет развиваться и финансироваться с помощью других корпораций. И ситуация в мире гласит о том, что сейчас на самом деле стоит задуматься, а вообще как сохранить денежные сбережения. А вообще вот то, что сейчас 93% стран находятся в более жесткой депрессии, чем во времена Великой депрессии США, это самый короткий период депрессии на самом деле. И многие сейчас прогнозируют то, что и доллар будет очень серьезно штормить. И фактически до рекордных оценок результатов сейчас цена на золото достигла. То есть фактически более чем на 30% за предыдущие месяцы выросла цена на золото. Это говорит о том, что несмотря на то, что рынок перегрет, и многие инвесторы сейчас инвестируют и в IPO, приобретают какие-то доли, акции, многие также задумываются о том, а в какие активы следует инвестировать, чтобы пережить этот кризис. И Борис Джонсон сказал, это ведущий политик Британии, что пора инвестировать в инструктуру, образование и технологии. Не можем позволить себе двигаться назад. Инфраструктура и также и образование, и технологии, это как раз-таки про ту технологию, про то направление, которое мы с вами развиваем. Потому что здесь создается совершенно новая инженерная школа. Здесь создается неслыханная и невиданная ранее инфраструктура и транспортные решения, которые могут закрыть абсолютно все потребности по любым адресным проектам. И технологии, которые будут рождать новые технологии. Это действительно такая созидательная часть компании, которую мы с вами финансируем, потому что неизвестно вообще, какие направления будут рождены, когда технология струнного транспорта плотно и прочно войдет в обиход. В первую очередь, что будет развиваться еще более мощно и IT-индустрия. И она будет соприкасаться. Если раньше доминирование разных секторов экономики США с 1800 года развивалось по логике сначала недвижимость, то есть строились небоскребы, вот эти железобетонные конструкции, потом транспорт, потом энергетика и различные виды сырья, материалов. То есть мы и нефтяные кризисы видели, и потом уже IT-технологии, информационные технологии и телекоммуникации. Так вот, на мой взгляд, то направление, которое мы развиваем, оно сможет сделать некий ренессанс вообще, реинкарнацию даже, если это потребуется, если экономика полностью будет падать и будет наблюдаться серьезный шторм, всех этих направлений в одной логике. Это направление струнного транспорта, это строительство новых видов линейных городов, это новые виды энергии, это в первую очередь рекуперация энергии, то, что наблюдается фактически во всех видах подвижных составов, то, что может энергия не только тратиться, но и вырабатываться, и, конечно же, IT, информационные технологии и телекоммуникации. Потому что, конечно же, в первую очередь, я вижу огромный скачок именно блокчейн-индустрии, когда многие стартапы увидят применение в этой ровнейшей индустрии, которую мы с вами сейчас финансируем. Напишите, пожалуйста, в чате. Да, я понимаю, что сегодня немногие дождались после этих неполадок с Мирополисом, когда десятки раз приходилось заходить на площадку. Напишите, как вам эта теория, идея, что технология, которую мы с вами финансируем, сможет все вот эти вот прошедшие тренды крупнейшего сектора экономики США повторить и объединить. Объединить и в едином пространстве, и объединить в единой сети. Напишите, пожалуйста, от 1 до 10, как вам эта идея. Мне кажется, это очень сильно аргументирует и очень сильно мотивирует людей задуматься, об инвестициях. И это то же самое, как сейчас, допустим, в рынке криптовалют. Инвестировать либо только в биткоин, и биткоин развивается не особо быстро уже. Смотри, допустим, компании в реальном секторе Amazon, Google. То есть они не будут быстро развиваться. Либо инвестировать в конкретные направления, которые являются первопроходцами отрасли. Я не буду называть, чтобы не рекламировать, никакие токены, но многие дали уже тысячи процентов. Если кто-то говорит о сверхприбылях, что кого-то смущает вот этот дисконт, да, это потенциально действительно возможно, потому что криптоиндустрия показывает эти доходы и все ускоряется. Я думаю, что когда компания будет выходить на публичный рынок, еще больше все ускорится. И те дисконты, которые заложены, возможно, даже они заложены с неким пессимизмом. И на самом деле вот то, что сейчас в мире происходит, рост национального долга США, за это придется расплачиваться многим странам и многим-многим поколениям. И как Борис Джонсон абсолютно правильно сказал, что только строительство инфраструктур, образование и новых технологий позволит этот процесс хотя бы как-то нивелировать. Потому что от национального долга США зависит многое, и многие экономики могут быть обрушены. Таких стран, как страны третьего мира, могут быть атаки и на Российскую Федерацию, скорее всего. И сейчас мы видим, что происходит и с Китаем, и с Индией. И даже блокировка банально приложения TikTok принесла более 6 миллиардов. Буквально за чуть больше, чем месяц, убытка крупной достаточной корпорации, которая сейчас финансирует и улучшает это приложение. И представьте, насколько логистика при новых и новых волнах, не дай бог, конечно, но вторая волна уже сейчас на заре, и абсолютно очевидно, будет логистика терпеть крах, а деньги будут печататься все больше и больше. Но эти деньги должны быть обеспечены. И как раз-таки дорожная карта, даже рождение новых, вот тех 4-5 подвижных составов и, соответственно, видов путевых структур, видов адресных проектов, смогут как-то хотя бы снивелировать и уменьшить влияние от национального долга США, от его роста. Мы живем с вами в очень интересное время. Я думаю, что сейчас, несмотря на то, что, может быть, новостей становится чуть меньше, но я вижу, как многие страны сейчас действительно вырываются в лидеры. Африка, я не буду называть конкретные страны, да, их атакуют, их атакуют на Zoom-встречах. То есть сейчас у нас тролли появились и на англоговорящем пространстве. И, несмотря на это, мы двигаемся вперед и уже в первую пятерку, если взять всю Африку, входит, я думаю, что скоро будет соперничать с нашими лидерами. Вот такой вот вкратце вебинар. Я надеюсь, что я уложился как раз-таки в 30 минут. Напишите от 1 до 10, как вам информация на этом вебинаре. Немножко, конечно, и меня также смутил вот этот тормоз Мирополиса. Я искренне извиняюсь, дорогие друзья, потому что знали бы вы, как я спотел, как я волнуюсь в этих ситуациях. Потому что мы ответственны за каждое телодвижение, которое мы делаем, направление проекта, которое мы с вами развиваем, и дальше нам будет отплачивать уже за совершенные нами инвестиции. Я думаю, что каждый, кто присутствует на подобных вебинарах, чувствует ответственность и понимает, какое великое дело мы с вами делаем и создаем прямо на глазах многих неверующих. А теперь я готов ответить на буквально 1-3 вопроса и с удовольствием с вами встречусь уже через 2 недели. Пояснение по работе с размораживаемся токенами. Геннадий, абсолютно правильный вопрос, но я считаю правильным это все-таки пояснять тем отделам и тем специалистам головной компании, которые это дело разрабатывают. Мы, фонды, как и SWC, так и RSV, только со стороны это все видим, наблюдаем и получаем уже конкретную новость. И пишите, пожалуйста, в техподдержку, уточняйте, у специалистов, я думаю, что обязательно все вам разъяснят. Разморозка, как и было обещано, запущена, и с этим никаких отлагательств нет. Что за новая функция трансфер? Опять же, вот Эркин спрашивает про блокчейн направление. Трансфер – это, скорее всего, подготовка внутриобменных операций. И, скорее всего, это какие-то тесты, но точно я не могу сказать. Но обязательно нам трансфер понадобится, когда будут вводить и стебл коины. Я думаю, доживем до таких времен. И внутренний обмен токенами внутри платформы, внутри площадки. Коллеги, еще один вопрос, и мы завершаем. Так, если вопросов нет, то это, с одной стороны, замечательно. С другой стороны, значит, так, будут ли специалисты СВГ проводить вебинары пояснения? Будут. Вебинары уже готовы. Они ждут своего часа, и в том числе и некоторые специалисты фондов, не буду конкретно разглашать, принимали участие в этом процессе. Вебинары будут очень мощные и разъяснительные. Так, коллеги, ну, я надеюсь, на ряд вопросов я ответил. Я искренне надеюсь, что информацию, несмотря на какой-то недостаток информации из Шаржи, я все-таки покрыл. И рекомендую следить за официальными источниками, посещать по возможности подобные мероприятия, либо читать в тезисах. Мы обязательно будем продолжать вас держать в курсе. Всем счастливо. До скорых встреч с вами, Алексей Суходоев. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...